Ну вообще, которые присутствуют везде, в окружающей нас реальности. Потому что много есть слов, которые нынешние люди используют, но не понимают, не понимают ни их происхождения, ни значения, ничего. Есть подвижки в той стороне, допустим. Ну с тем же словом крамола, которое многие тоже считают, что это что-то ужасное. Нет, я не замечал никаких откровений и не задумывался об этом. Пока идет просто усвоение того образного материала, который изложен в буквице. Для меня, допустим, соотношение по богам, допустим, каждый в буквице относится к богов, или как бы соотносится с ней. Вот у меня по именам богов, допустим, не есть четкого представления, почему как. Хотя я понимаю, это все проявление одного и того же Бога, но нет взаимосвязи пока в этом деле. Я же говорю, целостного понимания этого пока не наблюдаю. Ну, мы разбирали вопрос о мироздании, о заселении Вселенной в прошлый раз. Есть об этом память какая-то? Ну, я надеюсь на это, что она есть. Нет, ну, надежда, как бы, как говорит один мой знакомый патологоанатом, надежда это хорошо, но это не стратегия. Хоть, правда, сам патологоанатом надеется на многое, того, чего он так и не может осуществить. Ну, вот мы разбирали, что Вселенная была создана Всевышним и рядом богов. Есть эта память? Ну, да. Так вот, есть Всевышний и его проявления, а есть боги, которые не являются его проявлениями. К тому же, вообще, понимание значения слова «искра» есть? Ну, да. Искр множество, и часть из этих искр, в зависимости от степени своей осознанности, стали богами-управителями материального мира. В той или иной области, в зависимости от своих качеств, функций, способностей, привязанностей, грюков, святости и всех других качеств, которыми они обладают. Это понимание есть? Понимание есть. Например, Велес – это не Всевышний. Например, Стрибок – это не Всевышний. Истанбок, Чеслобок, Белобок, Чернобок – это все не Всевышний. Это все такие же искры, как мы, просто которые в меру своих способностей в нынешнем спектакле под названием «Вселенная» занимают соответствующие роли. Это понимание есть? Ну, проясняется. Ну, я понял, о чем, конечно же. Ну, и в частности, в тексте по Аум Артасии это немного разбирается. Вначале немного это затрагивается в предисловии к Аум Артасии, где описывается, почему выделяется имя Ра в словах, допустим. И дальше, когда дойдет до букви Ц, Один, Ра и некоторых других, это также будет развиваться и детализироваться. Относительно тонкого видения, относительно развития тонких тел, одним из вариантов является осмысление Аум Артасии. В Аум Артасии отображено 64 базовых.